Друзья, всем привет! Находимся на Радмире, Криминальная Россия, сервер номер один. В прошлый раз мы ездили в гости, как вы помните, к Донгану. Кто еще не видел, обязательно посмотрите этот приезд. И после него я получил уйму просто комментариев на тему того, что Паша, то есть Сиротов, якобы может быть сыном Донгана. Конечно же, это полнейший абсурд. Понятно, что это две разные вещи, Донган и Паша Сиротов. Вы вообще чего говорите? Он даже ни капли не похож. Кто-то сказал, что он такого же роста, возможно, он тоже худощавый, возможно, он действительно это и есть. Но мне кажется, что это большое заблуждение просто совпало ими. А вот и все. Совпадения в жизни случаются, поэтому это нисколько неудивительно. Но все-таки вы меня попросили перепроверить этот факт. Но как? Я подумал, я же не подумаю, скажу, Паша, слушай, а ты помнишь, был ли у тебя отец? Понятное дело, что он у него был. И мать у него была. Ну, как-то же он попал в детдом. Соответственно, они у него были. Но как их найти? Надо выяснить, менял ли вообще Паша фамилию. И выяснить, есть ли хотя бы фотография жены у Донгана. Уже погибшей жены. Кто не смотрел, друзья, прошлую серию обязательно посмотрите, чтобы понимать вообще, что происходит. Поэтому мы сейчас направляемся сначала к Донгану. Да, скажем, что мы были тронуты его историей и хотим увидеть эту прекрасную миледи. Да, посмотреть на нее по фотографии. И тогда я уже точно сделаю вывод, ну, вы видели Пашу? Уж точно, понятное дело, что если мать у него немножко хотя бы похожа на него, то выводы можно делать однозначные. Поэтому едем сейчас к Донгану в гости, просим фотографии. Я ему уже позвонил, сообщил, что я приеду, есть типа дело у нас. И уже удостоверимся в действительности. Но я бы, друзья, на вашем месте с выводами не спешил. Потому что если это действительно так, то вы представляете, что будет. Получается, что я могу найти человека Дона Гана, которого он не может найти уже... Сколько он там говорил? 25 лет, по-моему, он не может его найти. И тут, здрасте, мы приехали. Вот, держите этот человек. Вообще, думаю, Донгану будет приятно, что я попрошу фотографии его жены посмотреть, да, вспомнить. Ведь он каждый день наверняка вспоминает о ней, раз его эта история так трогает. Блин, постоянно не вхожу в этот поворот. А вообще, друзья, мне действительно было бы интересно посмотреть на реального отца и мать сиротова. Ведь они где-то есть, они существуют наверняка. И не все же они мертвые. Здорово, пацаны, к Донгану. Так, сразу сейчас пушку отдам. Все, здрасте. Он, значит, ну, конечно, все, все уже предусмотрено. Давай, пропускай сразу. На, держи пушку. Сразу же все отдам. Не хочу с ними даже разговаривать, спорить как-то. Это охрана Донгана, серьезная охрана, чтобы вы понимали. Которая успевает приехать за 30 секунд. Хорошо, все. Да, какой богач. Слушай, ладно, посмотрите машину, пока я буду в гостях у Донгана, ладно? Потому что если бы у меня были бомбы здесь в машине, я бы отсюда бы уже их взорвал и все, и разлетелся бы твой домик. Если бы бомба, конечно, мощная была. Все, досмотрите здесь. Все, могу заходить. Блин, вот это мне не нравится, честно говоря. Надо как-то, знаете, заходить свободно, чтобы... Здравствуйте, сэр. Проходите, пожалуйста. Никаких пушек, чтобы не забирали. Вот это мне нужно. А где-то, смотри, досмотр. Пришли 5 человек, сразу же меня окружили. И мне это не нравится, честно говоря. Я взял, забирают все. Заходите. Все, спасибо. Спасибо, давайте, пошлите. Вот я и говорю, друзья, что нам нужно достичь результата такого, чтобы нас спокойно пропускали к Донгану. Даже с оружием. Вот тогда мы действительно будем самое настоящее, доверенное лицо Донгана. Донган, вы на месте? Господин Ган? Дон. Вот, извиняюсь. Буду называть целиком всегда. Здравствуйте. Донган, может быть, мы присядем? Потому что есть к вам небольшой разговор, достаточно серьезный. Тем более на вашу такую тему. Не хотелось бы, чтобы вы тут инфаркт схватили за стоя. Пойдемте присядем, пожалуйста, дедулечка. Да, давайте, пойдемте. Сейчас я ему расскажу все, объясню. Пока вообще не буду говорить ничего про сына, друзья, чтобы не быть лохом. Я хочу сначала увидеть фотографию. А потом уже, в зависимости от того, что я на ней увижу, узнаем, стоит ли нам продолжать что-то ему говорить. В общем-то, Донган, я к вам пришел не просто так. Вы меня тогда очень-очень тронули своей историей про жену и сына. И я, тронутый этой историей, хотел бы поинтересоваться, есть ли у вас возможность посмотреть на вашу мертвую жену? Блин, в смысле, есть ли фотография вашей жены, когда она еще была жива? Может быть, есть что-то, что напоминает вам о ней? Например, фотография. Я бы рад просто был бы увидеть ее, посмотреть на нее, оценить. Ведь я уверен, что у Донгана была прекраснейшая женщина. Да, у меня есть ее фото. Замечательно. Не разрешите взглянуть? Я все время ношу его с собой. Неудивительно. Нисколько. Нисколько неудивительно. Слушайте, он до сих пор помнит. Я не удивлюсь, если он даже не изменял своей мертвой жене. Представьте себе, наверняка за всю жизнь. Да, сейчас достану. Давайте. Давайте, посмотрим. Мне аж самому интересно стало. Сейчас, друзья, момент истины. Именно сейчас мы узнаем с вами всю правду. Передает фотографию, друзья. Ну, берем. Итак, что тут у нас? Угу. Угу. О, господи. Донган. Я, честно говоря, это... Это прекрасная женщина. Прекрасная. Просто прекрасная женщина. Какая же она красивая. Я в шоке. Как же так вообще получилось? Она еще должна была жить. Да, она была красивая. Я теперь полностью понимаю, почему вы так обеспокоены смертью своей жены. И почему вам так тяжело все сказано по фотографии. Друзья, вы все видели сами. Вы все видели сами. Да. Да. Сходится. Пазл у нас-то. Сходится потихонечку. А это значит, что... Я даже не знаю, что говорить. Как же быть-то? Так, ладно, забери Донган свою фотографию. Я думаю, тебе не понять. Да куда уж там? Куда уж там мне не понять. Я прекрасно все понимаю. Только немножечко другое я понимаю. А ведь ты еще, мол, ты не женат. Да, не женат, но планируем все-таки скоро. Правильно? Правильно. Хорошо. Мне сейчас нужно как-то подвести. Слушайте, Донган. Скажите мне, пожалуйста, а как бы вы вообще отнеслись к тому, если бы я нашел того человека, которого вы не можете найти уже 25 лет? Ох, я бы был бы очень благодарен. Не сочтите за то, что я над вами издеваюсь, но, по-моему, я знаю этого человека. Я даже не знаю, друзья. Может быть, какую-то сделку с ним вообще провернуть, а? Попробовать. А что, если я действительно вдруг... Это даже не вдруг. Это его сын. Ты получишь мое полное доверие. Что? Настолько даже все серьезно? И я смогу заходить к вам с оружием? Хотя, знаете, доверие, типа, заходить с оружием, оно такое себе. Потому что охранники, например, да, Донгана тоже с оружием. И рядом с ним, в доме у него. Поэтому это еще такой уровень невысокий. А вот на ты, если ты с ним общаешься, вот это уже уровень другой. Я думаю, что мы доведем это дело до конца. Но я подумаю. Слушай, ну в смысле я подумаю? Твои охранники никчемные. Они почему-то с оружием ходят вокруг тебя. А я, значит, не могу после того, как я приведу человека, которого ты искал 25 лет. Слушайте, ну Донган, это не серьезно. Я готов вам дать человека, которого вы искали 25 лет. А вы мне говорите, я подумаю. По-моему, мне кажется, вам похрен на своего сына, как и тогда, когда вы сдавали его в детдом. Но раз ты знаешь, кто этот человек, веди его ко мне. Ладно, я не совсем понял, договорились ли вы с вами, Донган. Но, хорошо, хорошо, будет сделано. Ладно, ждите, скоро приедем вдвоем. Главное, не лохануться. Вдруг это опять какое-то совпадение. Хотя, вроде бы, очень сильно даже похоже. Паша и мать, он пошел в мать. И тогда приходи ко мне хоть с оружием. Все, спасибо, я понял. Все, отлично договорились, хоть на машине. Но я и так на машине. Все, Донган, я пошел, я пошел. Вам спасибо, как говорится, да, за то, что вы меня приняли. И сейчас нам нужно, друзья, съездить к Паше, узнать обстоятельства, действительно, как он покинул детдом. Менял ли он фамилию. И тогда уже удостоверяемся на 100%, что это действительно история именно такая, какая она есть. Так, господа, оружие, пожалуйста, давайте. Вы что, всю машину? Все, до сих пор обыскивают. Посмотрите, мы сколько сидели, они до сих пор машину обыскивают. Давайте, закругляйтесь с обыском. Мы все проверили. Молодцы, молодцы, нашли что-нибудь? Может, жучки какие-нибудь нашли, а? От которых я не знаю. Не буду ругаться на них. Потому что, по сути, это бесплатная проверка на всякие жучки и так далее. Да, за меня работу сделали. Они думают, что они меня тем самым унизили, да? Обыскав всю машину. Но нет, ребятушки. Вы за меня выполнили работу других людей, за которые я отдал бы большие деньги, на самом деле. Оружие сюда давай. Правда, под ковриком пара мелочей. Забери себе. Мне твои 5 рублей не нужны. Забери их себе. На чай, как говорится. Можете ехать. Оружие сначала мне верните, пожалуйста. Отличненько, оружие есть. Так, давайте. Ну, зачем вы пооткрывали-то все? Капоты, багажники. Кто вас спросил? Зачем вообще мы машины? Я же не с машиной захожу в квартиру, в конце концов. Все в порядке, завести должна. Спасибо. Капоты, багажники. Пооткрывали все. Так, все, друзья. Сейчас отправляемся. К Паше в Майами. Он живет на сегодняшний день там. Наверняка вы в курсе, да? Все, господа, удачи. Я думаю, они в курсе будут того, что мы приедем скоро. И я привезу сына, наверняка, Дона Гана, прямо к нему в логово. Друзья, как вы можете заметить, до сих пор движение на мосту существует. Люди пользуются мостом. Спасибо вам за такой превосходный мост. До сих пор. Представьте, кто-то говорил, что он упадет через 3 дня. Не упал, и все с ним хорошо. И мы сейчас вновь столько времени прошло. И я вновь по нему проеду. Ведь не зря, друзья. Не зря были усилия к этому преданные. Посмотрите на эту красоту. Может быть, кто-то еще не видел моста. Может, кто-то впервые вообще смотрит мои выпуски. Вот такой вот мы мост забабахали. Из одной страны в другую, чтобы вы понимали. Из России в Майами. Протяженность этого моста, не помню, я говорил цифру. Я не помню, кстати, не буду сейчас лукавить. Но достаточно длинный мост, на котором иногда устраивают даже гонки. Да, спорткары тут приезжают различные. Но все-таки прошу, друзья, не тратить деньги вас на всякие эти лайнеры круизные, на самолеты. Достаточно много денег уходит. А на велосипеде, либо пешком даже вы свободно можете прогуляться здесь и доехать, либо дойти до, значит, Майами. Кто-то, даже когда моста не было, плыл. Представьте себе, были такие бомжи, которые плыли, чтобы поработать, значит, на работе мойщика окон, например. И молодцы. Я уважаю таких людей. Теперь для вас специально я построил мост вот этот вот. Поэтому можете теперь бежать, либо ехать на велосипеде своем. Одно из тех сооружений, да, честно говоря, которыми можно гордиться. На самом деле, да, я горжусь этим мостом. Потому что он действительно внес свою лепту, большую лепту, в, значит, жизнедеятельность граждан в целом. Ну а Пашка поживает своей спокойной, тихой, семейной жизнью. Наверняка в курсе. Многие, да, с кем он живет. И вроде как у них все налажено. Иногда мы с ним созваниваемся, и все здесь у них в порядке. Я вот сказал, да, что я приеду с Пашей к Донгану. Но даже не в курсе. А вдруг он не согласится. Скажет, ты что? Мне нахрен никто не... А вдруг он вообще помнит? Если ему было пять лет на тот момент, да? Вдруг он помнит все это? Так. Паша, дома нет? Давай выходи, встречай. Без стука приехали к тебе тут, без звонков. Дома. А, тут еще жена его. Приветствую. А, простите, а где он? Должен быть дома. Ну, хорошо, я тогда поищу его, не против. Я уверен, что он, как обычно, спит. Потому что он спит 22 часа из 24, друзья, в сутки. Представьте себе. Так, я что-то не вижу его. А, он, наверное, в подвале, скорее всего. А, нет, в бассейне, в бассейне. Вот он моется, плавает. Привет. Короче, Пашок, ты как бы плаваешь. Смотрите, ну, похож же. Похож. Вылези на секунду, пожалуйста. Хочется просто посмотреть тебе в глаза. Ну, прям копия. Ну, прям копия. Эх, весь в мать. Молодец какой, Паша. Здорово. В первых, здорово, да. Хотелось бы все-таки поздороваться с таким человеком, как Паша. Сиротов уважаем, потому что это все-таки сын Донгана. Я это уже понимаю прекрасно. Вот, непростой человек он, оказывается, был. Чего? Да ничего, сейчас тебе все объясню. У меня для тебя есть интересная новость. Но хотел бы сначала задать пару вопросов. Что ты несешь? Подожди, подожди. Ты, пожалуйста, Пашок, не ругайся. Давай сейчас я тебе пару вопросов задам. Ты ответишь, и мы уже все решим. Скажи, ты вообще помнишь, как тебя в детдом определили? Может быть, ты помнишь мать или отца? Ну, мало ли, сохранилось. Потому что человек уже, я думаю, в пять лет, возможно, запоминает лица и может помнить подобное. Я мало что помню. А как ты себе помнишь? Как ты вспоминаешь первое время, которое ты помнишь? Так скажем, первые моменты своей жизни. Я помню, что я играл на гитаре, а потом в детдом. Подожди, а разве не помнишь папу или маму? Смотрите, он помнит, как он играл на гитаре. Он играл на гитаре, а потом в детдом. Слушайте, его единственное воспоминание с гитарой связано. То, что он играл. Ну, потому что, видимо, после этого его отец очень сильно поругал и, скорее всего, кинул в детдом. Наверняка. Я их не помню. Где-то лет шесть меня сдали. Ну, хотя бы ты знаешь, что тебя сдали. А ты вообще пытался найти своих родителей? Я пытался их найти. Приезжал в Россию, искал их там. Даже пытался найти. Представьте, после того, как его сдали. Ничего себе. Слушай, ведь это же твоя фамилия. Она не с рождения. Потом пришлось вернуться в Майами. И мы познакомились. Видите, он все-таки уезжал в Россию. Потом из России приезжал вновь в Майами. Ничего себе у него история. Да, я ее менял. Скажи, пожалуйста, какая у тебя была фамилия до 18 лет? Изначально я был Ган. Вот и все, друзья. Все пазлы сошлись. Вот и все. Понятно, короче. Ган. Паша. Ган. А Паша почему, друзья? Я понимаю, почему. Потому что жена была русская. Я не знаю, где он ее нашел. На каком вокзале он ее подобрал. Да, но копия. Господи, копия. Крестили, как Павел Ган, по идее. Ну, понятно уже. Понятно. В общем, Пашок. Что скажешь, если я тебя отведу к отцу и к матери? Я знаю. Где они? Что ты сказал? Да. Я серьезно. Только, пожалуйста, не загрызи меня. Я серьезно. Я не шучу. Я не шучу сейчас. Я знаю, кто это. Это случайным образом произошло. Я сразу же скажу, это случайно. Ни в коем случае не подумаю, что я там что-то пытался найти. Нашел мой. Я не искал. Я никого не искал. Просто все само собой. Я видел твою мать. И ты на нее очень похож. Да ну. Вот тебе и ну. Действительно. Так и есть. Я сразу понял, что ты ее сын. Куда ты? Куда ты прыгал-то? А радуется. Радуется. Ну, это хорошо. Это хорошо, что радуется. Покупайся еще немножко. Потому что тебе предстоит долгий путь к Дону Ганну. Ты должен быть чистым и не вонять, как говорится. Ты вообще как бы готов к этому или нет? Подожди. Ну, чего ждать? Паш, ну, я нашел их. Ты их искал. Они тебя искали. Ты понимаешь, как все сходится? Я думаю, что надо все-таки к тебе приехать и их обнять, как говорится. Ну, и отца. Ладно, я что-то как живу. Говорю ему как про живую мать. Хотя она уже мертвая. Я не думаю, что это хорошее дело. Почему? Ты чего? Ведь отец любит тебя. Хотя, если бы он любил, он бы не стал в детдом, понятное дело. Но это виновата все гитара. Гитара, которую ты помнишь. И гитара. Я думаю, он сам тебе расскажет эту историю. Ведь они меня сдали в детский дом. Возможно, они не хотят меня видеть. Хочет. Хочет отец-то видеть. Не переживайте так. Я как бы тоже не хочу никого подставлять. Возможно, я вообще, друзья, зря вмешался в эту ситуацию. Вот как было, так и было. И все бы было хорошо. Если бы, конечно, Данган встретил Пашу нашего где-нибудь, скорее всего, он бы узнал в нем свою жену. Наверняка бы так случилось. Но я сейчас вмешиваюсь. Вроде ситуация такая, что сдали детдом, типа, и до свидания, как бы. Слушай, Максим, подумай сам, стоит ли это делать. Блин, я не знаю, Паша. Ладно, я подумаю. Ладно. Я подумаю и скажу. Здесь действительно надо как-то взвесить, друзья. Стоит ли им встречаться? Надо ли? Можешь просто сказать Дангану, что я обознался. Извини, типа, и до свидания, и все. Ладно, иди пока купайся. Иди купайся. Мойся, как говорится, вновь. А я, друзья, должен действительно взвесить все. Вы, друзья, должны понимать, что они его реально сдавали в детский дом. Теперь вдруг отец захотел увидеть. Но ситуация вроде и понятна. А почему его сдали из-за гитары, которую Паша... В общем, ситуацию вы все знаете. Кто не смотрел, две серии посмотрите обязательно, чтобы понимать всю эту ситуацию. И стоит ли нашего Пашу везти к его отцу Дангану. Сделайте этот выбор. Я проведу голосование. И исключительно, как решите вы, именно так мы и поступим. Либо отводить его к Дангану, либо просто забыть эту историю. Сказать, что я обознался. Есть только одно но по голосованию, друзья. Дело в том, что Ютуб запретил у себя голосование. Поскольку голосованиями пользовались менее 1% аудитории Ютуб. Поэтому их вообще отменили. И сейчас единственный способ, где вы можете проголосовать, это на моей страничке ВКонтакте. Поэтому первый пост вместе с этим роликом. Пожалуйста, голосуйте. Ссылочка на мою страницу ВК, конечно же, в описании. Решайте. Все зависеть будет исключительно от вас. А если вам выпуски нравятся, то обязательно поддержите их лайком. Также не забывайте, что играли мы на первом сервере Радмира. И если вы сюда приходите, помимо того, что вводите мой ник при регистрации, также вводите команду MN. Далее 13-й пункт. Промокод MaxDeep. Капсом вписывайте. И по достижению 4-го уровня от меня получаете сверху денежки. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока.